Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 25 мая и снова я зашла вот в эту теплицу, где у меня половина теплицы свои высажены, а половина вот эта для продажи. Сегодня первый день, когда я буду выкапывать вот эту рассаду, выдергивать. Вы видите, что она прям изменилась на глазах. Она вот, как у меня выражение, расползается, как квашня. Вся она сомкнулась и, что самое важное, она уже готова, видите, показался цветочный бутон. Как бы кто там ни говорил, единичные экземпляры, которые говорят, что невозможно все это выращивать без подкормок, еще раз скажу, что вся эта рассада выращена без единой подкормки, вообще ничего не делала, только распекировала. И в чем сложность выращивания в теплице? Здесь, наоборот, ее нужно тормозить, потому что она здесь так быстро разрастается, я вот уже говорила, что она может сейчас вырасти, зацвести, ветер дунет, она вот так вот упадет вся. Поэтому сейчас, начиная продажу, первый клиент вот сегодня приедет, я всегда выбираю самые толстые, самые жирные, те, которые, возможно, не дают разрастаться своим соседям. Вот видите, он первый выдался вперед и листьями своими раз закрыл вот этих соседей. Значит, он уже лидирующий, он других будет подавлять, те у него в тени будут там сидеть, ухудшается качество. Вот всех вот этих толстяков я сейчас выдергаю, тем будет спокойнее, свободнее, и у меня не будет угрозы зацветания, мне нельзя, чтобы она здесь зацвела, потому что я никогда не люблю продавать цветущую рассаду. Погода разная, вот сегодня жарко, человек высадит, она этот цветок от стресса, от жары сбросит, и люди потеряют первую кисть, самую крупную, самую вкусную. Поэтому я всегда стараюсь, у кого бутоны уже наметились, вот, вылазят, в первую очередь их изымать и первым, вот, кто первый попавшийся приедет, им всем отдавать, потому что она уже готова. Там с краев, так же, как в тоннеле, с краев всегда меньше, и вот здесь вот я крупную сейчас выдергаю, а та будет подрастать, и все, оно идет вот так конвейером. Толстых уберешь, те, которые были средние, они растолстеют на их место, и она опять потом вся вот так вот расправится, еще раз замкнется. Как вынимаю, потому что многие удивляются, как можно вот с такой густой посадки, с загущенной, как их выкапывать, не повреждая другие. Я уже рассказывала, что я беру за шкиловку, просто выдергиваю, но сейчас я все это покажу в реальной жизни, как я делаю. Это не так страшно, как выглядит, потому что, когда я говорю, я просто беру, выдираю их вот так вот с корнем, кажется, что они все повреждаются. Нет, все у них корневая сильная, не ломается ни ствол, хотя за ствол, если у вас рассада такая вытянувшаяся, и хилая, и тонкая, за ствол никогда не надо тянуть, она обрывается. Но у меня она далеко не хилая, она совсем не вытянувшаяся, и вот эти вот стволики, за которые я тяну, они очень толстые. Сейчас покажу вам, видите, какие стволы. Ну, ствол, как мой палец почти, а тут еще толще, которая с края. Вот все, я сейчас поставлю на штатив, буду дергать, и покажу, как я готовлю людям вот эту рассаду. Вот сегодня приедут одни из-за реки, одни из Барнаула. Я сейчас выдерну. Конечно, специально для показа я не стала бы выдергивать, но мне все равно их набирать, и как раз вы увидите. Я всегда говорила, что для того, чтобы выдернуть, я никогда не подкапываю, ничего не делаю, я просто выемку делаю вот такую. Беру за нижнее основание и пину. Вся вместе с корневой системой все растение вытягивается. И вот так, ну, делаю я, конечно, когда не на камеру, быстро. Раз, раз, раз. Вот она, корень. Потом я беру вот так в кучку. Все. Первые готовы. Рассада очень хорошая получилась. Толстая такая. Сейчас выдерну несколько штук и покажу вам поближе. Я вот так вот их раскладываю в мешочки, на которых есть вот такая этикетка. Король гигантов. Рассада нынче очень, несмотря на холода, очень хорошая такая, толстая. Вот видите, вот стоят они. Я начинаю визуально выбирать самых толстых, которые уже сформировались. И у основания корня вот так вот немножко оттряхиваю, чтобы всю землю не отдать. И так же, как в случае с тоннелями, вы можете увидеть, какая огромная, разветвленная вот эта корневая система у этого томата. Какой толстый у него стебель, он уже все. И вот они, бутончики. Это томаты, посеянные 24-25 марта. Марта, апрель, май. Значит, сейчас им ровно 60 дней. Ну, примерно там плюс-минус 2 дня. И это та самая рассада, которая должна быть. Вот так должна выглядеть рассада при высадке в грунт. То есть, она должна сформировавшаяся быть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот у нее 8-9 листьев, цветочный бутон. И это все, что нужно рассаде. И она, вот как я высаживала ту, которую перестоялась. Она вот эта вот не вытянутая, а коренастая. И если вот так еще заглубить, вообще будут прекрасные посадки. Так, ну еще сейчас одну выдерну и все, наверное, хватит. Потому что с камерой в руках это делать вообще просто невозможно. Не очень удобно работать. Ну, тут даже никаких комментариев не нужно. Видно, какой вот это вот мочковатый, такой большой, как мочалка, корень. Ясно, что его сейчас посадишь, высадишь, он возьмется. Если будет как простор еще. Какой толстый стволик хороший вот такой. И цветочная кисть. Все у них есть в наличии. У этой рассады есть все для дальнейшей жизни, для богатого урожая. Это остальное все зависит только от хозяина, в чьи они руки попадут. Первый этап, за который отвечала я, выполнен. Я могу даже сказать без лишней скромности, что рассада выращена на отлично. И ствол толстый, и корень хороший. Она и закаленная такая темненькая, видите, и дополнительные корешки даст. Все, что от меня зависело, я все выполнила. Теперь, как будут ухаживать хозяева, все. В этом году не только в тоннеле, но и в теплице, на удивление, рассада получилась классная. Она прям такая ярко-зеленая. Хотя здесь не отапливалось ничего, она как-то умудрилась вырасти, сохраниться. Смотрите, как деревья. Да, хорошие. Иногда бывает, что перерастает. Вот эти холода как раз не позволили ей перерасти. Она стояла крепло, закалялась, наращивала, опять же, корневую систему, пока было наружу холодно. И вот сейчас, как тепло наступило, буквально за 2-3 дня она дала такой рывок и стала одним зеленым ковром. Все, до свидания. Вот это вот моя выращенная в этом году рассада в теплице тоже очень хорошая получилась. Ну, по крайней мере, я, как опытный человек, вижу, что нормально, все у нее есть потенциал большой. Все, до свидания. Ну вот, прошло 2,5 часа. Можно сказать, что я и не выходила с этой теплицы. 2 часа упорной работы и рассады почти нет. И я хотела отдельное видео потом снимать, как сказать, как вот я выдергиваю, какую я оставляю. Ну, раз уж все произошло сегодня в один же день, я сразу расскажу вам. Смотрите, видно, что после вот такой массовой выемки остаются только те, которые немножко не выросли. Видите, по краям, я говорила, что из-за холода, вот крайние ряды, они значительно отличаются и потолщине, и по высоте. Потому что основная масса... Сейчас, подождите, уберу травинку. Основная масса все-таки они вот такие потолще, а там тонкие. И я их, конечно, безусловно, я их покупателям, своим клиентам не отдаю, потому что они заказывают нормальную, качественную, хорошую, толстую рассаду. Что делать с этими заморышами? Вот у меня с того края осталось, потом вот вдоль дорожки немножко, и одна вот такая деформированная. Конечно, я не буду ждать, когда они вырастут, на это нужна неделя. И, конечно, я их не буду выбрасывать. Сейчас я их пересажу в стаканы. Остается вот от такой большой плантации, остается штук 10-20, не больше, те, которые не удались. Остальные, как вы видите, вот до лысого, под бритву, все сегодня сейчас я выдала. И еще хочу сказать, тут важно, в теплице, если выращиваешь, важно иметь уже заранее на эту рассаду покупателей, потому что, если бы у меня не было предварительных заявок, и не была бы наработана клиентская база, пока я вот эти томаты торговала бы постепенно, я просто не успела бы высадить свои. А так как у меня уже все четко налажено, люди ждали именно моей отмашки, когда я скажу, все, приезжайте. И как только я дала им разрешение, они тут же налетели, тут же все вот у меня вот это выдрали. Ну, я, конечно, сама выдрала. И бывшее сердце вообще-то мне осталось, осталось чуть-чуть медвежьи лапы, завтра еще на день работы. Вот именно так. Тут у меня помощник. Именно так очень удобно работать. Иди, можешь теперь ходить. У меня все, внук просился походить по земле. Марик, 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 все, все, все. Марк, посмотри сюда. Вот он, бабин помощничек, траву выдирать. Вот именно так удобно торговать, потому что в час по чайной ложке, вот, например, меня бы не устроило. Я бы была, отвлекалась, а я сегодня именно выделила день на продажу рассады. И Демидов почти весь продала. И вот здесь и сразу все, что я вырастила, я за субботу, воскресенье за эту, но тот, кто заранее заказывал, я все раздам. И я свободно буду заниматься своими посадками. Так что у меня это выращивание рассады всегда шло параллельно и сильно много времени не отнимало. Я успевала и свои вырастить, и вот людям отдать вот такие вот хороших, красивых толстячков. Так что моя рассада теперь попала в другие добрые руки. Надеюсь, они их доведут до конца. Все, до свидания. Эти все не нужны. Эти не нужны. Да, да, не нужна она. Все, до свидания. Ну вот, еще через час теплица вообще у меня. Даже этого угла, который я вам показывала, нет. Забрали все. У меня очень такие организованные покупатели, которые решили сегодня в один день облегчить мне труд. Все, все сразу вывести. Но они не мне, конечно, решили облегчить труд. Они сами боятся, что не успеют высадить. Кому-то нужно в теплицу, кому-то нужно под укрытие. Все. И вот хочу я сказать про выращивание рассады в теплице. В теплице выращивать рассаду очень удобно. Здесь не нужно дуг, здесь не нужно укрытий. Достаточно посадить и иметь какой-то обогревательный, ну, какой-то обогреватель на случай морозов. И тут вообще проблем нет. Вот сколько трудозатрат у меня уходит на это. Один день я посеяла семена. Вот тут четыре, по-моему, лотка я сеяла. Это один день. Но потом, конечно, я поливаю все. Второй день, несколько дней, три дня, я вышла их пикировать. Вот я их все распикировала. И еще, когда я продаю, еще два дня я трачу. Вот сегодня суббота и завтра воскресенье. Завтра я почищу все здесь вот этих малышей, видите, которые оставили я. Ну, которые забраковало, которые стыдно продавать за деньги. Я их просто возьму, сейчас рассажу в стакан. И потом или последним покупателям, если они вырастут, или родственникам, соседям, желающих много забрать вот такие остатки. И вот на третьем этапе еще два дня. Суббота и воскресенье. Все. Я считаю, что это немного времени я затрачиваю. Если уж я в моем возрасте успеваю и свои вырастить, и вот эти вот дополнительно, значит нет такого большого, таких больших трудозатрат. Ну, тут еще в чем секрет вот моей такой успешной продажи? Ну, конечно, люди знают годами качество рассады. Когда рассада людям нравится, когда они успешно выращивают хорошие большие урожаи, конечно, они год за годом ко мне возвращаются. И они уже, можно как сказать, вот так вот с руками отрывают эту рассаду, потому что они знают, что она хорошая, классная. И хорошие сорта, и качество рассады. Это во-первых. Во-вторых, все. Хотела же еще что-то, какой-то еще один секрет сказать. Но не важно. Я сегодня рада, что я все расторговалась. Вот завтра буду уже эти грядки вскапывать, высаживать свою. Мне же нужно еще успеть. И вот на будущий год здесь этой рассады уже, наверное, не будет так же, как там. И потому что я решила... Ну, кто-то подумал в прошлом видео, что я как бы или устала, или что-то бросая рассаду. Нет, у меня другой совсем практический подход. У меня же два направления. Семена и рассада. Я просто подумала, какое направление больше мне подходит в связи с моим состоянием здоровья, с моим возрастом. Я решила, что я останусь на семенах, потому что семена я заготавливаю в теплое время года, то есть летом. И все это я делаю в тепле, без особых затрат. А рассаду нужно высаживать, особенно вот в тоннеле весной, в холодную погоду, утеплять там, ночами ходить, проверять. Но вы понимаете, пожилому человеку это уже не совсем подходит. Поэтому я буду теперь сосредоточена только на семенах, на рассылке семян. А рассаду, ну, будет кто-нибудь, возможно, другой заниматься в нашем городе рассадой. Таких желающих много. Вот стоят на базаре много и бабушек, и девушек. Пусть. Я вот все, что могла, рассказала о рассаде. В прошлом году рассказывала, в позапрошлом. Все два или даже три года я рассказывала о том, как можно превратить огород в источник дополнительного дохода. Для того, чтобы, вот вы же знаете, не секрет, что я включаю электрообогреватель для выращивания своего раннего урожая. И вот для того, чтобы покрыть эти расходы, чтобы не оплачивать эту электроэнергию со своей пенсии мизерной копеечной. Чтобы купить можно было новую теплицу или шланги. Именно для этого я начала выращивать рассаду. И все эти деньги с рассадой, они, конечно, шли большей частью вот на этот же огород. Я привела огород в порядок. Все, теплица наставила, обогреватели купила, все. Теперь я могу под старость лет спокойно заниматься своими томатами рассадой. Пусть занимаются молодые. Ну вот у меня в этом году, как такая лебединая песня, прощальная. И как раз рассада удалась прям такая на зависть, что ее даже жалко отдавать. Такая классная. Несмотря на то, что снег был на улице, и в тоннеле удалась, и в теплице удалась. Все я вам показала, как я отдаю, как я продаю. Все раздала, завтра буду высаживать здесь свою. Все, до свидания.